В нашем небольшом городище, некогда богатом, уже давно успели расстроиться и запуститься большие, широкие и могучие торговые центры. Что есть торговый центр? Это огромная площадь со множеством различных товаров народного потребления. В любом из них вы найдете все, что необходимо. Но совершенно точно я вам скажу о том, что только в одном заведении под названием «Гостиный двор» есть реальный бутик для реальных людей. Бутик номер три. Стендовый моделизм, слышали о таком? Это то, чем нам долгие годы не давали заниматься, считая это почему-то ненужным. Но не было у нас этого хобби. А вот и нет, хобби было только те, которых я уважаю, а я уважаю людей, увлекающихся стендовым моделизмом. Ну так вот, этим самодостаточным людям приходилось заказывать все необходимое для этого увлечения из-за кордона. Спасибо, дорогая страна! Именно поэтому немногие знают, каково это. Это реально захватывает, увлекает и привязывает. Возможность собирать фантастические вещи своими руками теперь появилась у всех. Гостиный двор, первый этаж, бутик под номером три. В душе каждого мальчика конструктор был всегда. И даже те мальчики, которые сейчас вырастают и становятся большими, наверняка мечтают своими руками собрать вот такую технику. Когда мы были мальчиками, маленькими, ну и немаленькими, купить все это было невозможно. Да, в принципе, такая возможность появилась только лет пять-шесть назад, когда Россия наконец-таки стала серьезной страной. Что это за модели? Это модели, стендовые модели, собранные из пластика. И согласитесь, ваш любимый танк может выглядеть и вот так, и стоять у вас в офисе. Кроме всего прочего, вы, конечно, можете собрать. И наиболее популярные масштабы это 72-й, 35-й, вот этот 35-й масштаб, 48-й самолет и 32-й тоже самолеты. Есть и другие вещи, то есть кто увлекается гражданской авиацией, тоже может здесь себе найти. Где все это находится? Вот посмотрите, как красиво выполнен тот танк, в который, ну, наверняка мечтал попасть каждый наш танкист. Потенциальный соперник Т-72, это танк Абрамос. Ну, вживую вы их увидеть не сможете, разве что в Эмиратах, либо поедете, допустим, в Израиль. Но вживую вы можете его собрать. И целиком у вас будет коллекция отечественного вооружения, американского, английского, без разницы. Вот, кроме всего прочего, здесь павильонит номер 3, что располагается в гостиной дворе, прям рядочком с Эльдорадой. Вы можете, во-первых, заказать понравившуюся вам модель, либо то, что вы очень давно искали. Я вот нашел себе, допустим, Nissan Skyline GTR. У меня есть Nissan Skyline, ну, GTS. А теперь будет и GTR. Маленький, небольшой такой, красиво украшающий мой стол. И приоткрою небольшую тайну. Вот этим всем я занимался тоже с детства. И у меня была, пожалуй, самая потрясающая коллекция, которую тогда можно было собрать. Сейчас цена вопроса. Ну, тогда цена вопроса, это была стипендия 2 или 3. Сейчас цена вопроса, это от 500 рублей. Но если у вас и руки не совсем тем концом оставлены, ну, и либо нет времени, то любую понравившуюся модель вас здесь соберут. Кстати, о детях. Для детей здесь реально есть, что выбрать для различных возрастных категорий. Я не знаю, стоит ли объяснять родителям то, что каждый ребенок, независимо от возраста, любит творить. И только от вас, родителей, зависит то, насколько развита логика и насколько развиты руки у наших деток. То, что увидела я в бутике номер 3, захватит дух и увлечет даже самого неусидчивого ребенка, либо подростка. Гостиный двор, бутик номер 3, порадовал меня множеством увлекательных и содержательных игр, наборов для рукоделия девочкам и обучающих ярких мозаик для малышей. Я о детских вещах. Такие вещи для мальчика можно собрать, не нужно быть мастером. Все готово и все в наборчиках. Такие наборчики. Цена вопроса 180 рублей. Можно собрать неплохую троечку лошадину с тележечкой. Вообще большой выбор. Приближается 23 февраля. Я думаю, что мальчишкам, начиная от самых маленьких мальчиков, не нужно быть мастером, чтобы это собрать. Ну и заканчивая взрослыми. До взрослых мы еще дойдем. Я про девочек хочу сказать. Вот такая штука для девочек. Тоже 180 рублей. Здесь все вырезано. И тоже не нужно быть мастером. Все необходимое вложено в набор. Такие домики. Еще для девочек есть вот такие наборчики. Здесь уже пошло по возрасту, чтобы, если у ребенка есть наклонности к художеству, вот, пожалуйста, собираешь из дерева машину и разукрашиваешь. То же самое. Здесь все вложено в набор. Либо рисуешь, разукрашиваешь как хочешь. Краски, аппликации, мозаики, все что угодно. Если у ребенка нет заинтересованности, я думаю, что она обязательно появится. Девочка может сшить вот такого замечательного барашка. Игрушки разные. Все, что необходимо, тоже вложено в эти коробочки. Покупать дополнительно ничего не придется. И пошли по возрасту. Наборы солдатиков. Мечта каждого мальчика. Знаю. Вот такие наборы мотоцикла. Можно собрать вот такой неплохой мотоцикл. И дальше вот такие автомобильчики, которые находятся вот в этих коробочках. Собираешь автомобиль, заводишь и катаешься. Но, конечно же, это территория творчества. Творчества детей и взрослых. Тех, кто увлекается историей, техникой. И тех, кто мечтает о собственном войске. Танковой армии, авиапарке, либо флоте. Пусть и в масштабах от 1 к 300 до 1 к 35. Пусть и в масштабах от 1 к 35.